Пожалуйста, откройте со мной послание к евреям, у кого есть Библии. Будем читать из 12 главы первых три стиха. Это знакомые для нас стихи. Здесь очень много говорит апостол Павел нам о том, какое у нас должно быть отношение к тому, что мы видим, как мы привыкли называть этот стол видимые знаки. Апостол Павел говорит, чтобы мы не ослабели и изнемогали, нам нужно что-то делать, прилагать особое внимание. И мы прочитаем это, что здесь говорится для нас сегодня. Прочитаем из первого стиха евреям, 12 глава, первый стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». В этих стихах глубина настолько, что можно копать и копать до бесконечности, и можно очень много говорить. У меня только желание есть обратить внимание на одно выражение из-за второго стиха. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, которого мы поклоняемся, и объект нашего поклонения сегодня». Я назвал свою проповедь так. «На что нам нужно взирать?» Здесь он говорит «взирать на начальника и совершителя веры, для того, чтобы мы совершили этот путь и для того, чтобы мы не унывали». Столько много причин вокруг нас, которые заставляют нас переживать и волноваться о том, как будет все дальше. Но когда мы смотрим, когда мы имеем правильный взгляд на Христа, мы не будем унывать, мы не будем колебаться в этом мире. Вы вспомните апостола Петра, который проявил настолько много силы и мужества и веры, пойдя из лодки к Иисусу Христу. И он пока имел взор, направленный на Христа, он шел вперед, куда нужно было, он хотел идти. И как только он увидел волны, он сразу начал тонуть, он убрал взор со Христа. Нам очень важно, куда мы направляем свой взгляд. И вот это выражение «взирая» – это не просто, как мы иногда глянем на что-то, и наш глаз поймал что-то, и мы вернемся, посмотрели и идем дальше. Это очень глубоко взирать, вглядеться в что-то, всмотреться, устремительный взор проявлять к чему-то. Английское слово «fix your eyes» – значит, ты настроился, и ты не поворачиваешься на что-то другое. Это твоя цель, взирая, для того, чтобы мы не колебались. И также здесь вот это используется выражение «начальник и совершитель веры». Мы понимаем, это Христос, который он этот план сам задумал, и он его совершил до конца. Дьявол не мог его сбить с толку, когда сколько раз на его пути он хотел сбить Христа, чтобы он не дошел до Голгофы, не совершил подвиг спасения. Но Христос знал, это была его цель, и он до этой цели дошел. Я хотел предложить нам, на что нам важно взирать, на что мы должны смотреть в этом мире, в какое направление, потому что, как я уже говорил, когда мы едем где-то по дороге, мы видим столько много реклам, и все привлекает наше внимание. И теперь на компьютерах все эти картинки так сверкают, очень быстро, короткая секунда, чтобы привлечь наше внимание, потому что очень много того, что мы принимаем, оно приходит через наши глаза. И поэтому нам очень важно обратить внимание, на что наши глаза настроены. И, во-первых, мы должны настроить свой взор наверх, на небесах. Когда мы смотрим, мы должны смотреть наверх, это на небо. На небо, когда мы смотрим наверх, мы понимаем, что там есть Отец Небесный, «Господь, полный благодати и милости, любви, милосердия, сострадания, долготерпеливый, медленно, гнев, который не хочет погибели грешника». Мы видим, когда мы смотрим наверх, мы видим Отца заботливо, который не хочет, чтобы кто-то погиб, и Он терпит до нашего времени, потому что Он знает, что еще есть грешники, которые должны покаяться. Когда мы понимаем, что у Бога было, когда Он увидел в нас, Он видел что-то ценное в нас, что Он решил отдать Своего Сына. Поэтому, когда мы смотрим наверх, мы проверяем свое сердце, и мы понимаем, Бог святой и праведный, а я грешный, я не могу иметь отношения с Ним, пока мы не обратим свой взор назад. Второе, мы должны обратить свой взор назад, это мы смотрим на Голгофу. Дорогие, мы прочитали здесь, вначале сказано, что вот эти облако-свидетели, они смотрели все вперед, от Авраама до всех патриархов, всех вот этих святых пророков, они всегда смотрели вперед в надежде и уповании, чтобы Бог исполнить свое слово, и они смотрели вперед. Но когда Христос совершил однажды жертву искупления на кресте, все святые теперь смотрят назад, мы вспоминаем, и поэтому мы говорим, мы смотрим на крест, на наш как бы духовный взор должен быть настроен на Голгофу. Поэтому здесь сказано, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, помыслите, значит, настроить свое сердце, чтобы видеть тот подвиг, который Господь совершил для нас. И мы понимаем, что тот факт, что Христос умер на Голгофе, еще не меняет мое отношение с Богом. Тот факт, что я могу посадить на небо и видеть там Бога Святого Праведного, и Христос за меня умирал, но это еще недостаточно, пока я сам верою не приму, чтобы понимать, что я должен был умирать на этом кресте. И Он меня, вместо меня занял это место. Я уже как бы на одном волосинке был в аду, и Христос меня вырвал своей жертвой, потому что Он возлюбил меня настолько, что отдать свою жертву за нас. Дорогие мои, как мы дороги нашему Господу, что Он это сделал для нас. И вот когда мы смотрим назад на Голгофу, это еще недостаточно. Мы должны посмотреть, следующее направление – это внутри себя. Мы должны посмотреть внутрь себя, потому что мы понимаем, что Христос умер две тысячи лет назад, и сила Голгофы, она действует сегодня, но она только имеет действие, когда мы верим и принимаем это, понимаем, что это за меня, это не просто жертва, как было во время Ветхого Завета, когда приносилась овечка каждый год, и она приносилась, и мы понимаем, эта кровь проливалась, тут пролита кровь Христа невинного за меня. И когда мы смотрим внутрь себя, мы тогда должны делать как бы самооценку себя, проверить самого себя, какое мое отношение. Конечно, мы понимаем, если человек еще не примирился с Богом, он должен вглянуть в себя и понять, что он нуждается в прощении, он нуждается в спасении, он нуждается прийти к Голгофе и понять, что там должен был умирать я на Голгофе, и он, и Христос взял мое место вместо меня. Но когда мы уже приняли Христа, мы тогда приходим с проверкой самого себя, что во мне, что мне нужно изменить, потому что помните, когда вот даже евангелист Иоанн, который ходил с Иисусом много лет, он видел его во всех его трудностях, испытаниях и страданиях. Когда он умирал на кресте, он видел его, он видел, как он воскрес, он видел, как он вознесся. И когда он увидел его в прославленном состоянии, Иоанн сказал, он пал, как мертвый перед ногами его. Сказано, он упал к ногам его, как мертвый, и Иисус положил на него десницу и сказал, не бойся. Вот когда мы видим свое состояние, мы падаем мертвые, но Господь протянает руку свою и говорит, не бойся, я за тебя умер, я за тебя пролил уже эту жертву, кровь, тебе только верь во мне, в меня. И мы должны научиться смотреть на себя как бы с точки зрения Библии, что Слово Божие говорит о нашем состоянии. Когда мы вникаем в себя, мы понимаем, что во мне нету этой праведности, праведность моя только через Иисуса Христа. И помните, как апостол Павел сказал Тимофею, своему возлюбленному сыну, он сказал, вникай в себя и в учение. Потому что когда мы вникаем в себя, это показывает нам все недостатки, и мы не можем сами по себе изменить наше состояние. Но когда мы вникаем дальше в учение, оно нам помогает. И мы тогда можем расти, мы можем исправлять вот это состояние свое, которое мы получили от Адама, когда Адам согрешил. И пока мы живем на этой земле, мы понимаем, что мы будем находиться во плоти. И поэтому апостол Павел говорит, да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест и пьет из хлеба, и пьет вино. И мы должны проверить, в мире ли я с Богом, когда мы смотрим внутрь себя, в мире ли я с окружающим, в мире ли я с теми, которыми я работаю, или имею я какой-то нераскаянный грех в своей жизни, с которым мне нужно исправить и наладить отношения. И вот мы посмотрели, что есть взор на небо, когда мы смотрим на Бога, когда мы смотрим назад на Голгофу, потом мы смотрим внутри себя, но также наш взор должен был направлен на окружающих. Когда мы смотрим налево, направо, мы видим наших братьев-сестер, мы видим наших детей, нашу жену, нашего мужа, мы видим наших бабушек, дедушек, и мы видим тех, с которыми мы работаем. И эти люди, они вокруг нас, и мы должны проверить мое отношение к ним. Когда я говорю, что мы должны посмотреть на окружающих, это не значит, я должен сидеть и смотреть, мой сосед достоин участвовать сегодня или нет. Совершенно нет. Я говорю о том, что, смотря на других, мы смотрим мое отношение к ближним, не их отношение ко мне, потому что мы только отвечаем за свое отношение к другим. И помните, как апостол Павел, он не хотел соблазнить младших, может, тех, которые немощны были в вере, он даже был готов отказаться есть мясо вовеки, и он сказал, я не буду есть мясо, если это соблазнит кого-то. Вот, братья дорогие, кто готов сегодня отказаться от мяса? Это настолько нам близко, тяжело это представить, как мы можем это сделать. Но апостол Павел, он сказал, не буду есть, потому что его ценность была не то, что входит в мое чрево, а то, что я могу соблазнить брата, и потом он может погибнуть, потому что я что-то сделал, то, что его соблазнило. И поэтому мы смотрим на окружающих. И вот мы не только смотрим на окружающих в том, как в негативной стороне, что я сделал не так, а наоборот смотрим вокруг и говорим, а чем я могу быть полезным для окружающих, для своих братьев, сестер. Потому что мы понимаем, что все мы разные, все мы имеем разный вкус в музыке, в одежде, в работе. Кто-то имеет высокое образование, кто-то очень маленькое. Мы все разные, но это нас не должно разделять. У нас намного больше общего, то, что должно нас объединять в вере нашей, в жертве Иисуса Христа Голгофа, должно нас объединять. И когда мы, конечно, смотрим вокруг себя, мы понимаем, что есть еще одно направление, куда нам нужно смотреть, и это смотреть вперед. Когда мы смотрим вперед, мы понимаем, что Господь Иисус Христос, Он скоро придет за нами. Мы видим этого грядущего Мессию, который когда-то пришел как кроткий, страдающий раб, как Агнец, но когда Он придет во второй раз, Он придет уже как царь царей, как лев из колена Юдина, Он придет как тот, который все колены преклонятся перед Ним. И благо тому человеку, кто в это время может преклониться перед Ним, потому что тогда уже будет поздно, потому что это будет уже принужденное поклонение, когда каждый увидит Мессию, увидит грядущего Христа. И вот апостол Павел говорит, когда мы участвуем, он говорит, «Се творите, доколе я приду». Христос говорит, «Делайте это, доколе я не приду за вами». И мы помним, что в Откровении есть такое выражение о том, что придет тот день, когда будет брачный пир, брачная вечеря у Агнца будет. И это записано в Откровении, 19 глава, 7 стих. И вот мы читаем такие слова, «Возрадуйтесь и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». В весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, «Напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца». Как прекрасно, что сегодня этот стол, он очень простой, мы видим хлеб и вино, но тот придет время, когда этот брачный пир будет настолько великолепный, что мы не сможем даже представить своим плотским умом. Это будет то в будущем, когда мы смотрим вперед, это то, что ожидает детей Божьих, те, которые положили свою веру в Иисуса Христа, и как прекрасно, что это нас ожидает, когда мы смотрим вперед, то мы знаем, что это ожидает нас впереди. Итак, братья и сестры, если мы будем приходить к вечере Господня и сегодня, и другой раз, когда мы будем участвовать с этими пяти взглядами, которые мы должны иметь, я думаю, это будет помогать нам участвовать, и тогда это не будет как ритуал, может быть, если кто-то пропускает какой-то из этих взглядов, если мы просто даже не обращаем внутри себя или на окружающих, то это будет как ритуал, это будет как традиция, но для нас это должно быть, наоборот, самое драгоценное, что мы делаем, потому что Христос это оставил, Он когда взял хлеб еще при Тайной вечере своими учениками, вот эта ветхозаветняя Пасха, которая преломлялась тогда, каждый год Он сказал, это мое тело, и это моя кровь проливается, не просто кровь вот этого козленка невинного, овечку, которая проливалась, это моя кровь, Он говорит, за вас. Итак, когда мы вот смотрим вот эти взоры, давайте вспомним их, когда мы смотрим наверх, мы видим там Отца Небесного, который полюбил нас, Он полон милости и сострадания, и не хочет, чтобы кто-то погиб, и, конечно, мы понимаем, что мы не можем достигнуть этого состояния, мы не можем достигнуть Отца без посредника, который только через крест Голгофский, когда мы смотрим назад, мы можем видеть Голгофу, мы можем вспоминать вот терновный венок и вот это избиение, которое Он претерпел, гвозди, которые растерзали его плоть, и самое страшное, когда Он претерпел грех всего мира на себе. Мы можем посмотреть внутри себя, готово ли мое сердце сегодня встретиться перед Богом. Если сегодня мы умрем, мы где будем сегодня? Пойду ли я с Господом на небеса, или я пойду в ад, потому что я не поверил в жертву Иисуса Христа? И, конечно, мы смотрим вокруг себя, что у нас есть братья и сестры, с которыми нам нужно жить, мы должны иметь правильное отношение с ними, и, конечно, мы смотрим вперед на Мессию, который грядет за своей церковью, и мы можем сказать, гради, Господи Иисусе, потому что мы ждем Тебя, церковь Твоя сегодня ждет Тебя, приди за нами, Господь. И мы можем в наших молитвах обратиться к Господу, прославить Его, поблагодарить Его, и помнить все, что мы слышали. Аминь. Помолимся.